Приветствую вас. Смотрите. Первое, на что нужно обратить внимание, это на то, что причина, по которой вы не можете познакомиться с девушками, заключается в том, в частности, что вы напряжены из-за страха отказа. Если человек напряжен, если человек пытается решить какую-то свою проблему, а вы, в частности, пытаетесь решить проблему того, что хотите доказать себе, что вы достойные мужчины, что вам не откажут, что вы привлекательны, и также вы хотите доказать себе и, вероятно, другим девочкам то, на что постигнула ваша бывшая девочка с вами расставшись. То есть то, пытаетесь вы восстановить, почему она ударила при расставании. Из-за этого мотивация при знакомстве повышается, и вы не ведете себя естественно, ведете себя напряженно, соответственно, девушка, да и не только девушка, а любой человек это почувствует, и, соответственно, его это ополкнет. Ну, ладно, если, там, по работе, если какое-то дело, ну, вот, если это общение просто так, да, то вас девушка оттолкнет. Так что здесь нужно работать со страхом отказа, это из детства. Здесь нужно исследовать, какую мотивацию вы имеете для знакомства, вот, и всю мотивацию, которая не относится к девушке, ее нужно отделить, чтобы вам решать это все само по самому. То есть поработать с личной ответственностью. Ну, по крайней мере определиться вам, то есть обрести гармонию некоторого. Дальше. Очень важно то, как вы воспринимаете девушку. Вот вы говорите, я хочу подойти и познакомиться. Подойти и познакомиться отлично, но что между вами общего? О чем вы будете с этой девочкой говорить? Будет ли вам о чем с ней вообще поговорить? Не каждый человек может разговаривать на любые темы с незнакомым человеком. А девочка вам все-таки незнакома. Она могла вам понравиться, но могла вам понравиться чисто внешне. Внешность никакой роли в отношениях не играет. Ну, по крайней мере далеко не первую, не вторую и не третью. Поэтому имейте, пожалуйста, эту выборку. На взаимодействие между людьми, на общение между людьми внешность влияние не оказывает. Девушка может быть какой угодно красивый, какой угодно привлекательный для вас. Но если над вами ничего общего нет, сообщение не получится. Или если у вас нет способностей к тому, чтобы разговаривать на любые темы, тоже ничего не получится. Социум может спасти юмор, шутки, но это тоже указывает свое. Поэтому не у всех есть такая возможность. Вот если бы между вами и девочкой было бы что-то общее, например, общий интерес, общее дело, было бы лучше. Тут бы вам не пришлось напрягаться. Еще один хороший момент, это желание просто что-то сделать для человека. Давайте положим руку на сердце. Особо что-то делать для человека вы не хотите, не хотите на данный момент. На данный момент вы решаете свою проблему. Проблему одиночества, а именно нехватки чего-то внутри себя возле расставания с девочкой. И почему-то вы считаете, что другая девочка должна вам это компенсировать. Нет, она конечно может, и вы имеете право рассчитывать на это. Но, как видите, что это пока не получается. И если не получается, то, наверное, вы несколько нереалистично оцениваете свои возможности, свои способности. Вот вы говорите, вырастет что-то, что позволит мне с девочками приближаться. Вырастет что-то, что повысит шанс того, что мне не откажут. Как говорите вы. Но при этом вы чувствуете одиночество. Одиночество – это внутреннее отторжение непринятия себя. Девочка и любой человек это воспринимает. Это чувствуется. Это отталкивает. Потому что, если хотите, чтобы вам не отказывали, нужно быть более целостным. А для этого нужно работать над принятием себя. То есть, чтобы вам не было тягостно в одиночество. Чтобы вам было хорошо с собой. Сейчас это выглядит так, что у вас была девочка. Если вы за время, пока не встречались, к ней привыкли, вы расстались, вам плохо, а вы пытаетесь ее чем-то заменить. Такое предметное восприятие девочки тоже не есть хорошо и не ведет к построению отношений. Вообще-то это несколько похоже на упредмечивание женщин на, скажем так, модное нынче слово, наверное, объективизация. Ну, здесь это скорее именно в деструктивном ключе, потому что вам это мешает. То есть, я все еще думаю, что объективизация любого человека по той или иной его принадлежности, по той или иной его характеристике, в принципе, неотъемлемая черта любого общества. И так или иначе, любая объективизация присутствует, полностью избавиться от нее невозможно. Пока есть какие-то препочтения, пока есть заинтересованность, то объективизация будет. Другой вопрос, что у вас эта объективизация, на мой взгляд, вышла из своих границ, скажем так. И вредит вам, в первую очередь. Ну и наконец, последнее. Раз вы расстались со своей девочкой, помимо того, что это травма, и помимо того, что травму вам нужно помочь пережить. Ага, к расставанию привели некоторые моменты, некоторые факты, некоторые детали, некоторые ваше, в том числе поведение. И задача заключается в том, чтобы это поведение проанализировать и скорректировать те ошибки, те деструктивные паттерны, которые привели к рискованию, чтобы вы эти ошибки в будущем не повторили. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...